Добрый день! Сегодня мы превратим простое платье в праздничное. Отпарываю и снимаю с воротника странную ленту с надписями. Внутрь подкладываю картонку и закрепляю платье зажимами, чтобы оно не ерзало в процессе. Белым карандашом размечаю линии жерелья и свисающих нитей. Беру контур по ткани с золотыми блестками и намечаю основную нитку. При нанесении контур выглядит невзрачно из-за белесого латекса, но после высыхания блестки станут очень яркими и сверкающими. Также нам понадобится два контура для создания жемчужин – золотистый и черный. Создаем на нитях жемчужины, чередуя цвета и размеры. Между жемчужинами ставим небольшие точки, используя контур с блестками. Контур для жемчуга сделан таким образом, чтобы не ставалось острых верхушек. Спустя около минуты после нанесения точки она приобретает идеальную форму клубусины. Сохнут жемчужины довольно долго. Мы рекомендуем просушивать их естественным путем около 48 часов. После высыхания материал довольно гибкий. Его можно промять, но он восстанавливает форму через некоторое время. Жемчуг очень хорошо сцепляется и с твердым поверхностями, и с тканью. Так получилось, что я очень близко поставила несколько жемчужин, и они красиво слились между собой. Я думала-думала, и спустя сутки решил оторвать их пинцетом. Пришлось приложить усилия, чтобы сделать это. Затем на этом месте я поставила новые аккуратные полугусины. Рекомендация по стирке изделий с жемчужной росписью. Ручная стирка без замачивания, с температурой 30 градусов. При стирке в машинке стоит использовать быстрые деликатные режимы и выворачивать изделие наизнанку. Творите с удовольствием и до новых встреч!